Захламленный гараж могут изъять. Здравствуйте, вы на канале приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Если у вас есть гараж, то советую хорошенько там прибрать. А все потому, что уже с 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки в гражданский кодекс. Он дополнился новыми главами. Недвижимые вещи и право собственности и другие вечные права. На здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа. В последней из них содержится статья. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение. Согласно этой статье у собственника могут принудительно выкупить нежилое помещение. Если он а. Использует его не по назначению, б. Систематически нарушая права и интересы соседей, и в. Бесхозяйственно содержит помещение, допуская его разрушение. Но прежде собственника могут предупредить, а это значит не обязательно, о необходимости устранить нарушение. А если они влекут разрушение помещения, также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта этого помещения. Предупреждение выносит уполномоченный орган или орган местного самоуправления. При невыполнении указанных требований суд по иску органов власти может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения. При этом вырученные от продажи средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения будут выплачены собственнику. Простыми словами, с сентября 2022 года собственник гаража, устроивший в нем свалку или использующий его не по назначению, например, организовал автосервис, шиномонтажку, торговую точку, может лишиться собственности на такой гараж. На Велла распространяется и на машины места, а также жилые помещения, но уже с учетом норм жилищного кодекса. Так, при нарушении прав третьих лиц, то есть соседей, собственности также можно лишиться. В любом случае решение принимает суд. При этом такая практика уже существует. Основания. Друзья, ссылки на телеграм ВК Дзен канала в описании к видео. Буду рад, если подпишетесь. Если вам потребуется помощь в юридическом сопровождении оформления недвижимости, обращайтесь по контактам, указанным в описании к данному видеоролику. Увидимся в следующем видео. Пока!